Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. Обязательно прильните к экранам, потому что сегодня мы расскажем все о том, как можно съездить буквально на несколько дней в Москву на международный турнир, а также чемпионат и первенство и привезти оттуда 24 медали. Вот об этом расскажут мои гости, директор ДВФО по УШУ Наталья Шитько, а также мастер спорта по УШУ, чемпион России Артем Загибалов. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Артем! Я вас искренне поздравляю. Правда, сидели сейчас с трудом перед эфиром, подсчитывали количество медалей, какие-то здесь лежат, какие-то в уме считали. Ну, действительно, такой результат, мы уже к нему настолько привыкли, если честно. Вы нас этим так избаловали, что уже другого вообще мы не ожидали. А вы ожидаете? Нет, мы не ожидали, мы уже напрягаемся от того, что мы привозим там либо вторые, либо третьи. У нас область уже хочет только первые от нас. То есть вас уже серебро и медь как-то не очень. Ну, вот как туда. Мы уже боремся только за золото. За золото. Очень хорошо. Насколько успешно мы видим, а вот чего это стоит? Вот это вот то, что остается всегда за кадром, то, что никогда не видят люди и, и, наверное, никогда не узнают, вот чего вам это стоит? Какая подготовка к соревнованиям такого уровня? Ежесуточная. Ну, сколько вот, Артем, пришлось лично тренировок провести? Сколько тренировок? Это, ну, перерыв только... Перед соревнованиями. Я, естественно, не прошу все посчитать там. Перед соревнованиями? Да. Вот когда вы готовитесь к каким-то большим турнирам, соревнованиям международного уровня? Ну, как можно больше. У нас было по две тренировки в день. А, даже по три. Последнюю неделю. Утром, в обед и вечером. Можно, в принципе, не есть, а просто тренироваться. Сейчас с двух до шести. Вместо еды. Вот у вас уже столько титулов. Уже вот и чемпион России, да, столько раз уже завоеван. Кажется, ну, в какой-то момент можно расслабиться или вообще расслабляться нельзя? Ну, еще с самой высокой вершины не взято. Так что еще есть к чему стремиться. А к чему стремимся? У нас в октябре месяце чемпионат мира по спортивным направлениям, по Ушотолу в Казани пройдет. И 17 марта уже пригласили Соковского, Александра, Загибалова, Артема на отбор на чемпионат мира. Вот это вот уже другой уровень, да? Выше этого что? Ну, Олимпиада. Олимпиада. На которую мы все-таки надеемся. Ну, мы тоже надеемся, что это получится. Потому что уже наш вид спорта включили в универсиаду. Так что в августе, скорее всего, отберутся Артем и Саша на универсиаду, это 100%. А вот на чемпионат мира нужно будет побороться еще. Слушайте, ну, я вот действительно этого желаю. У нас тут уже такие, замах, я сказала, такой уже на Олимпиаду не первый. Да, поэтому, в принципе, я надеюсь, что все, что нам интересно, обязательно включат в Олимпийские виды спорта совсем скоро. И самое главное, чтобы Артем успел поучаствовать, да? Ну, у нас еще впереди Зоркальцева, Ольга, это наша знаменитая. Звезд уже хватает. Как, вот, когда вы отбираете детей, кто поедет, кто не поедет. Это уже сейчас сложный выбор? Да, у нас уже по Дальнему Востоку единственное, что очень хорошо дает чемпионат России, квоты очень много. То есть практически можно вывозить команду 62 человека. Ого-го! Да, то есть у нас вид программ, там очень много, то есть 6 групп, вид программ, почему такое большое количество медалей? Просто у нас, допустим, в одной группе может быть 57 человек. И вот это уже конкуренция, это уже действительно, вот у нас Дарья Цвилий, Миша Шитько, вот они боролись прям реально по группам, где достойно, очень завоевали свои золотые медали. Интересно, а насколько там сильна конкуренция, то есть это же приезжают отовсюду спортсмены? Ну это прям вся страна там, да, у нас 11 округов. В одной из основных группы сколько получилось? Вот 67 человек их было. Вот 57 ударей и, соответственно, у Миши 25. Но это лучшие из лучших. Так как получается все-таки побеждать? За счет чего? За счет того, что, наверное, скорее всего Дальний Восток находится все-таки далеко. И больше требований к тому, что мы действительно должны приезжать и показывать самый-самый-самый-самый хороший результат. То есть на две головы выше быть. Поэтому если мы едем, если мы собираем такие финансовые средства и так далее, и такие труды вкладываем, то, конечно, мы работаем только на результат. Артем, ну знаешь, что у вас и тренерство же есть одна из частей, да? Вот в этот раз ехали на турнир. Ваши уже подопечные ехали? Ну да, ехали. Выращенные. Вот за кого все-таки больше волнения было? За себя или за них? Ну, конечно, за детей волнения больше, потому что важно их выступление, как они выступят. Они себя как показали? Ну, достойно. Ну, не сомневаюсь даже. Естественно, хотелось бы посмотреть на это зрелище, но это вот если мы когда-нибудь выберемся с вами вместе, тогда конечно. Ну, у нас уже онлайн сейчас соревнования, онлайн, компетишн в ушу. То есть можно смотреть сразу, да? Да, у нас все родители, вся морская область, где кто знал, слышал, вся федерация, у нас все были в ютубе, компетишн. Я так понимаю, то есть болельщиков хватает и поддержка чувствуется, да? Более тысячи просмотров за один день. Ого-го! Да. Когда приезжаете туда на такие турниры, они длятся по несколько дней, да? Даже пять дней. Пять дней. Вот за эти дни, опять же, это дети, им нужно как-то собраться, им нужно не растеряться. Это же, ну, как бы это все равно это продолжительный срок, тяжело себя держать. Вот что вы там такое делаете, я не знаю, с ними? Первый день мы их только строим, мы их направляем, они рассеянные, они очень сбудраженные, они агрессивные друг на друга, на компанию, на команду, то есть на сами соревнования. Мы их начинаем сплочать, мы их начинаем объяснять, что все-таки это соревнования, это команда, что-то дух, нужно болеть за друг друга. Каждый индивидуально, лично выбегает, где-то что-то как-то боится, суетится. И в процессе, ко второму, к третьему дню, они шелковые все, все воспитанные, все дружные. Очень хорошо, быстро вы так их прорабатываете. Да, ну и, конечно же, после соревнования у нас всегда праздник, либо мы на экскурсию их водили в этот раз, на космический космодром. Очень интересно, дети под впечатлением, да не только дети, а и мы. Поэтому впечатлений, конечно, у детей очень много. Я знаю, что наша федерация все-таки на хорошем счету в Москве, в головном офисе, да, федерации нашей. И, я так понимаю, за это время ничего не изменилось, да? То есть отношения очень хорошие и показатели, они неизменно растут. Но так как вы уже ДВФО-директор, то не могу не спросить, как все-таки на Дальнем Востоке в целом вообще ситуация СОШО обстоит. Ну, у нас очень раз Приморский край, выезжали четверо спортсменов, там тоже есть призеры, в тройку входили ребята по нескольким видам. Ну, будем надеяться, что дальше у нас выйдет Хабаровск. У нас по Ушу Саньда есть очень титулованные спортсмены, но пока по другим видам. Но уже практикуются на Дальнем Востоке, на соревнованиях они были. Я думаю, 31 марта все-таки мы увидим Хабаровск в качестве Ушу Саньда представителей. Кто еще из наших титулованных спортсменов, и для тех зрителей, кто, может быть, впервые услышал, хотя уж не знаю, есть ли такие, про Ушу Таулу и про то, что у нас действительно есть очень-очень сильные спортсмены. Вот кем уже сейчас гордитесь по-настоящему? Ну, по-настоящему, это, конечно же, Саковская Александра, Загибалов Артем, Зоркальцева Ольга. Это прям действительно достойно. Это такие звезды. Это прям реально звезды. И Саенко Виталий у нас, правда, сейчас уже он такой старший тренер, президент Федерации Городской, но очень гордо. Загибалов Денис, наш безменный традиционщик, которым тоже можно гордиться. Ну и низшее поколение, это маленькие дети, которые уже тоже завоевывают золотые медали, цивили дали. Вот это прям вот уже такая звездочка, которую заметили сразу в Москве. Какие перспективы, Артем, у вас, не могу не спросить, вообще у профессиональных спортсменов, которые всерьез занимаются таким видом спорта, как Ушу? Хорошие ли и есть ли они? Ну, перспективы, конечно, хорошие. Ну, то есть спорт этот интересен и есть куда двигаться, есть куда расти, самое главное, правильно? Ну, вы же, я так понимаю, никуда из спорта не собираетесь уходить. Ну, нет, пока никуда. Все ясно. В общем, я желаю вам действительно добиться теперь после вот этой вот горы медалей. Я желаю, конечно, чтобы на нашем столе когда-то оказались и горой олимпийские медали, чтобы обязательно было долгожданное мировое чемпионство, что тоже, я так думаю, для вас очень желанно. И, надеюсь, уже в скором времени обязательно это достигнете. Спасибо большое. Всем огромный привет и наши искренние поздравления. Да, можно еще добавить. Я хочу отблагодарить наше министерство спорта. Очень благодарна тому, что помогают действительно в самых сложных моментах министерство спорта. Нам очень хорошо в этот раз помогают. Понимаете, спасибо большое. Ну, вас действительно нельзя не поддерживать. Как можно после такого последнего аргумента? Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня из гостей была Наталья Шитько, директор ДВФ по УШУ, а также Артем Загибалов, мастер спорта по УШУ, чемпион России. А вы смотрели в центре. Внимание, до скорой встречи. Любите спорт.